А наш эксперт в студии сегодня человек, который работает над организацией процесса уже месяц с момента выхода указа президента о назначении даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Это председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев. Узнаем все подробности, к чему готовились. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Здравствуйте. Ну расскажите, вы-то уже проголосовали. Вот для вас какие поправки в Конституцию наиболее важны, как для гражданина? Начну с того, что сегодня поздравляю всех избирателей Белгородской области с тем, что все 1240 участковых комиссий открыты для наших избирателей и началось общероссийское голосование по всей России, в том числе и на территории Белгородской области. Все двери открыты. Мы готовы к общероссийскому голосованию, все участки к этому готовы. И что хочется сказать. Все наши избиратели уже в большинстве ознакомлены с поправками в Конституцию, с изменениями, которые будут происходить. Но если вдруг кто-то еще желает ознакомиться, то это можно сделать на сайте Конституция 2020 РФ. Мы изготовили буклеты на каждом избирательном участке. И никакой сегодня проблемы нет, чтобы ознакомиться с поправками Конституции. Что касается меня, для меня, конечно, очень важно это событие. И важны все поправки в Конституцию. Они очень фундаментальные и очень значимые для России. Для меня лично, как гражданина, остановлюсь, наверное, только на одной. Потому что она для меня так интересна и важна. И у меня сын учится еще, студент. И там поправка поддержки науки как раз очень важна, очень значима. И считаю, что это будущее наше, наших детей. Еще и Бисмарк говорил, что войны выигрывают не генералы, а учителя. И поддержка науки, поддержка преподавательского состава, поддержка наших детей талантливых. Конечно, это очень важно. И я буду голосовать за поддержку Конституции, поправок в нее. Обязательно буду голосовать. Я хотелось сегодня сделать прямо в 8 утра, но все участки открылись только в 8 утра. Я уже был в это время на работе. Поэтому сегодня это сделаю до конца рабочего дня, до 20.00. Придем обязательно всей семьей и будем голосовать. В любом случае у нас целых 7 дней, чтобы сделать свой выбор. Наши корреспонденты сегодня были на участках, и они видели, как там все обустроено. И в плане санитарной безопасности вы тоже с собой принесли тот самый индивидуальный пакет для каждого избирателя. Там перчатки, маска, ручка индивидуальная. Вот все, что нужно в условиях сейчас коронавируса. Ну вот по-вашему, Игорь Владимирович, все-таки что самое важное сделано для обеспечения безопасности и легитимности выборов? Чуть позже о пакете. Я хотел бы сказать, что действительно меры приняты очень серьезные. И мы все выполняем в соответствии с требованиями Центральной избирательной комиссии, Роспотребнадзора. Работаем, конечно, в таких очень сложных, напряженных условиях. Но мы готовы к тому, чтобы провести голосование безопасно. Все участки, все избиратели будут обеспечены, члены комиссии будут 100% уже обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Все участки обработаны. И уже сегодня вот весь наш избиратель, кто пришел голосовать, уже увидели это, придя на избирательный участок. Что касается легитимности процесса, это не ушел этот вопрос на второй план. Все процессы, которые будут организованы в избирательных комиссиях, на участках, все будут сопровождаться и вместе будут с наблюдателями. У нас порядка 6,5 тысяч наблюдателей сегодня, которые будут работать все 7 дней вместе с нашими членами комиссии. У нас сегодня 166 корреспондентов от 39 средств массовых информации, которые также будут работать все 7 дней вместе с нашими членами комиссии на территории Белгородской области. И это все будет гласно, это все будет открыто, это все будет записываться, фиксироваться. И каждый процесс будет под наблюдением. То есть целая армия наблюдателей, да? Да, мы к этому готовы и спасибо всем, кто сегодня работает вместе с нашими членами комиссии, помогает в легитимности процесса. Ну и санитарная безопасность, да, тоже на первом плане. Обязательно. Каждый избиратель у нас будет, ему будет предоставлен и выдана и маска, и перчатки, и индивидуальная ручка. И все это будет обработано с дезинфицирующими средствами. Ну а на дому это вообще будет такой индивидуальный пакет. Избиратель будет голосовать бесконтактно, не контактируя с нашим членом комиссии. А в пакете будет сразу уже бюллетень, заявление на голосование, брошюра, поправка Конституции, маска, перчатки, ручка и салфетка. То есть это передается избирателю, и он голосует дома, выходит и опускает свернутый бюллетень, переносной ящик. Вот, кстати, о голосовании на дому, да, есть голосование на площадках микрорайонов. Вот сколько заявок уже подано, и хватает ли ресурсов, чтобы покрыть все эти заявки? И главное, как нам, что нужно сделать, чтобы оставить заявку, чтобы проголосовать именно на дому? У нас активность избирателей Белгородской области во всех выборах, на всех голосованиях была очень высокая, наши избиратели очень активные. И мы сегодня на себе тоже это ощущаем, очень много заявок, и мы просто цифры назову даже, да, на сегодняшний день голосование на дому уже определились для себя и подали заявки более 122 тысяч избирателей Белгородской области. У нас на предприятиях будет организовано со сменным режимом работы более 8,5 тысяч избирателей будет там организовано голосование для них. На удаленных территориях почти 90 тысяч избирателей изъявили желание, мы к ним приедем. Спасибо сегодня органам власти и предприятиям, всем, кто откликнулся. Мы обеспечены сегодня необходимыми транспортными средствами, и мы обеспечены всем необходимым для того, чтобы сорганизовать голосование по всем направлениям деятельности. Мы доедем до каждого и дойдем до каждого избирателя. В общем, сделано все, чтобы все мы проголосовали, чтобы выразили свое мнение. Игорь Владимирович, ну вот что касается фейков, они уже начинают появляться, и вот буквально на днях некоторым жителям регионов почтовые ящики бросили вот такие листовки с просьбой не оставлять, никому не давать свои пароли от госуслуг. Но мы-то знаем, что пароли от госуслуг не требуются в этот раз, и никакого у нас электронного голосования нет. Вот что вы на этот счет скажете? Ну, что тут можно сказать? Конечно, такими листовками вводят заблуждение наших избирателей, обманывают их, прямо скажем, потому что через портал госуслуг избиратель мог оформить в эту компанию только заявление по месту пребывания, то есть открепиться от своего участка и прикрепиться к тому участку, где он будет находиться с 25 по 1 июля, и там будет голосовать. Голосования удаленного на территории Белгородской области не будет. Только два региона сегодня, пилотные, голосуют удаленно, это Москва и Нижний Новгород. На территории Белгородской области только стационарное голосование, традиционное, на избирательном участке. Или, так как я вам рассказал чуть выше, все выездные удобные для избирателя функции сегодня у нас право на это, есть порядок на это определенный. Мы работаем согласно требованиям ЦИК России. А вот какие еще злоупотребления могут быть в ближайшее время, о чем мы можем предупредить жителей региона, на что не стоит поддаваться и вестись? Ну, тут, как можно сказать нашему избирателю, правильно, потому что нужно доверить достоверной информации, той информации, которая идет от официальных источников. И, конечно, кто хочет правду, тот будет говорить о правде. А кто хочет дискредитировать процесс, тот будет и продолжать этим заниматься. Но мы к этому готовы, мы готовы реагировать на все выпады и будем, конечно, нашего избирателя защищать от всех таких нападок. И будем отвечать на все выпады и будем говорить правду через официальные источники информации. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Удачи вам. Впереди у вас тяжелая неделя, ну а мы будем следить за ходом голосования. Спасибо, всем удачи.